Так, Луна. 6.40 по Киеву в Харькове. 6 октября 2020 год. 400 тысяч километров до Красавицы. Резво по экрану несется. Дадим возможность самую пройти через весь кадр. Сегодня Луна у нас самая... А, кстати, кратер не снять, от которого расходятся следы лучеобразного выброса грунта. Луна. Это, наверное, он справит. Ого! Ну, или вот этот вот кратер тихо. Тихо Брага, по-моему, датский астроном. В честь него назван этот кратер. Пуполный. Мягко говоря. Пуп земли есть, должен быть и пуполный. Ого! Мой ветер зарада. И родители. Все, Марс уже скрылся. Надо ремонти. Сейчас еще глянем на Венеру. Если облаканы закрыли... Нет. Я ее еще попробую закрыть. Да, ну, это луч. Как раз это образ этого самого грунта. Я могу представить, какой силой был удар. Так, ты где? Вот. Я тебя вижу. Наши красавица Венера и красавица Луна вальсируют по нему. Ну, вот. Облака, которые, в данном случае, белокрылые лошадки, Акаша, Малаша, размазаны тонким словом по тарелке. Как будто через эту туманную кашу пытаешься рисунок на этой самой тарелке рассмотреть. Золотые каемочки. Тарелочки с золотой каемочки. Небо голубая тарелочка с золотой каемочкой. А на ней каша малыша. 165 миллионов километров до Венеры. Как бы ко мне не хотелось одного по какому-либо поводу. Ладно, поехали опять. Ну вот, во-первых, Луна сейчас прямо в зените. Там и облаков-то поменьше, чем на горизонте восточном, западном. Через меньшие слои атмосферы земной на ней приходится смотреть на наши красавицы. Спутник земли, это же звучит естественный спутник земли. Мало того. Как раз тот момент спутник сбежал, да? Дам сюда. Все, отошел. Теперь все претензии за колебания только к ветру. Кстати, атмосфера стала более прохладной, земная. Уже не так колебания воздуха видны. К тебе тихо. Давай пройдемся по окружности. И опять у нас кратер-плато сто километров. Круглый, красивый. Да, ну слишком мягкий и грунт не получается. Круглой и дорогой. Давай пройдемся. Продолжение следует...